друзья я продолжаю второе видео о сереже Нигаяне и немного о себе с этим парнем получается что мы связаны уже на всю жизнь так или иначе и вот 22 января у меня день рождения и в 2014 году 22 января мой день рождения изменился навсегда и на всю жизнь перед этим короткая предыстория самых первых дней майдана буквально на третий на четвертый день майдана я стал активным его участником стал приезжать каждый божий день туда и с каждым днем мне все сложнее и сложнее было ехать заниматься своим делом а в тот момент мы уже около года немножко даже больше полтора года как организовали новое дело небольшое производство поставили производство своими руками многое сделали и через несколько дней посещения майдана я понял что я не могу уехать на производство все самое важное и нужное происходит именно здесь и сейчас на этом майдане и вот таким образом я стал приезжать каждый божий день на майдан примерно в 12 час дня и примерно через 12 часов там 12 час ночи я уезжал с майдана мы с ребятами были постоянно на связи на тот случай что если будет штурм баррикад то мы все быстро списываемся маршрут определенную уже кто на машине подбирают других но в общем таким образом быстро и в большом количестве едем помогать ребятам на майдан в этом самом противостоянии я имею ввиду в более тяжелой форме и вот утро 22 января 2014 года часа три уже я как их сплю и проснувшись утром от того что мой телефон был красный и от количества звонков и от сообщений и я обнаружил о том что на майдане на майдане убили на майдане на баррикадах погиб парень которого зовут сергей не гаян и парень из не при петровской области и я конечно остолбенел я остолбенел я сел на кровать и вся жизнь знаете вся жизнь остановилась и я настолько близко почувствовал этого парня что мне трудно было сдержать слезы и те ощущения которые были у меня это были ощущения того как будто я потерял брата очень-очень родного человека я думаю что в тот момент вся украина почувствовала что сереже не гаян каждому из нас каждому из вас родной человек и член вашей семьи и это был конечно очень сложный момент и конечно мы все поехали на майдан как и предыдущие дни и вот таким образом сереже не гаян его смерть его героическая смерть навсегда изменила мою жизнь а потом был звонок из общины в другой день и и мне сказали о том что на европейской площади будут устанавливать камень траур траурный памятный камень в память о сереже не гаяне и безусловно я сказал что я буду и мы приехали туда на майдан я не знал кто что как я не знал никаких подробностей нас приехало порядка двадцати человек у меня кстати фотоальбом и фотографии есть фейсбуке этого периода с майдана огромное количество огромное количество фотографий вот мы приехали и приехали к европейской на европейскую площадь перед парламентской библиотекой было определено место и мы увидели что подъезжают старенький микроавтобус volkswagen